Здравствуйте, меня зовут Петру Кикатерина Николаевна, я педагог дополнительного образования в Доме детского творчества в поселке Ханемей. И сегодня я хочу с вами поделиться одним из приемов, которые я использую на занятии, чтобы сделать его полезным и продуктивным. Но перед тем, как перейти к приемам и фишкам метафорических ассоциативных карт, давайте определимся с их основными понятиями. Метафорическая карта – это изображение или набор изображений, символизирующие определенные понятия или идеи. Они позволяют детям ассоциировать разные идеи, представления и эмоции с помощью визуальных образов. Маг предоставляет массу приемов и техник для работы, а сегодня я с вами поделюсь одним из них. Упражнение называется «Рассказывание историй». Его цель – это развитие речи и воображения. Способ первый. Предложите ребенку вытянуть карту из сюжетной колоды и попросите его, глядя на карту, рассказать историю, начиная со слова «однажды». Историю можно сочинить по одной карте и подобавлять другие. Способ второй. Предложите ребенку вытянуть три карты, рассмотреть их и положить, не обязательно в порядке вытягивания. Затем попросите рассказать историю, основываясь на этих картах. Начинать следует с первой карты. Основной сюжет составить из второй и закончить третьей. Метафорические ассоциативные карты могут быть мощным инструментом в работе с детьми. Они помогают развивать творческое мышление, эмоциональную грамотность и способности к самовыражению. А для тех, кому откликнулась тема метафорических ассоциативных карт, я составила специальную подборку с различными упражнениями и вариантами колод. Чтобы ее получить, нужно просто сканировать QR-код на экране. Спасибо за внимание. До свидания.